Вижу вас хорошо, слышу тоже. Хорошо. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Да ну а че ж я против? Мы ж русские люди. Че нам говорят? Правильно. Так, получи, включи там кто-то свет попутно. Давно-давно за вами наблюдаю, но вот как-то не сподой был Господь, на прямую уже как бы уже совесть замучила, думаю, надо все это воочию увидеть, убедиться, что в жубе здоровы. Пожелать вам дальнейших многих лет благих. Такое время сейчас, не знаешь, когда Господь его опять же призовет или еще что-то, пошлет нам какие-то, опять же, так сказать, изменения. Как вы себя чувствуете, Игнать Тихонович? Слава Иисусу! Храни Господь, храни Господь. Ну что, я хотел единственное, опять же, вам выразить поклонение, так сказать, вашего, так сказать, самотверженного труда во славу Христа, вашего знания, то, что вы, опять же, делитесь, просвещаете всех, не успокаиваетесь, и люди, которые вокруг вас получают духовную радость, опять же, все ваши собрания, все ваши богослужения, вот, все эти, опять же, моменты древнеправославного отношения и к окружающим вас, и мужчин, и женщин, вот, это, ну, меня лично вызывает восхищение. Я, как бы, здесь служу таким, не то же консерваторам, узурпаторам, но муха летает, никто не убивает, идет служба, все стоят, молятся, значит, вот эти все свеченосцы, опять же, все поклонники, значит, мы, как бы, их ограждаем, чтобы, вот, там, по главному слову, будь добр, там. У меня вопрос, как вы на нас вышли-то? Что-то замкнуло опять. Да, с интернетом что-то. С интернетом что-то у нас сегодня. Вам не слышно? Неужели прервалось такую беседу? Я хорошо. Что-то так, это, скажите, пожалуйста, как вы на нас вышли-то? Не слышно, значит, я вам. Я что могу сделать, Никита? Что, выключай. Пособи. Что делать? Я только что перегрузил компьютер, и здесь уже 3-4 раза отключал модем. Сегодня еще-то вообще непонятный вечер. Вот, я включил сейчас. Сейчас, как будто бы, идет. Его примите, друзья-то. Так. Сергей Иванович Марсев. Понятно. Может, перезвонит сейчас. Еще, может быть, опять зайдет. Можешь написать, чтобы перезвонил, написать, может ли? Ну, писать это, значит, надо убрать. Подержи вот это маленькое. Давайте. А что, без зарядки, да? А, вот зарядка. Вот, без ошибки. Отправьте. Все. Так, он может сейчас зайти. Мне нельзя ему звонить. Нет, интернета нет опять. Нет интернета. Нет, а где ты видишь, что нету? Ну, вот, там желтый. На желтом, ну, восклицательный знак здесь, значит, нет. Ну, еще кто-то дальше-то. Ну, что? Ну, как, выключить, включить, помните, мы делаем обычно? Вот это вот? Ну, да. Включить, выключить. А пробовать, что, через это найти? Ну, да. Ну, еще, я знаю, тут, что включает. Отключить. Проходит время, так сколько раз. Включить. Ну, вот, теперь она пошла, как бы, на зарядку. Еще теперь. Ну, вроде все есть. Это убрать надо, закрыть? Да, закрывать. Оно еще сообщение не пришло к нему. Ну. Нету еще. Опять тут только две горит. Две горит. Ну, а что теперь? Третьи нету опять. Еще не будет, да? А что делать-то? Это же четыре раза я его отключал, интернет. Какая интересная могла бы быть беседа. Всех краев у меня никого и не было в последнее время. Что сделать-то? Выключить его, мадем. Попробуйте еще раз, это же такое дело. Никогда. Бесплатно. Ну, вот так. Что-то мне выключить надо тут. Все, работаем. Зашли? Слава Богу. Так, я вопрос задал. Вы как на нас вышли-то? Я в районной биотеке проводил мероприятие «Русские писатели православия». Значит, есть такой фонд в Москве православных народов. Они выпустили, значит, 12 издали книг, значит, там, Ломоноса православия, значит, Пушкин, Лермонтов, Крылев, Тючев, Ахматова, значит, Достоевский, Крылев. Ну, в общем, 12 таких вот вышло книг. Я как-то общался, они говорят, вот у нас есть книги, нам вот привезли, подарили. Я говорю, ну, давайте показывайте. Вот там твой вторник, нового завета и ваши вот эти вот книги, ваши вот книги, так сказать, «Ваши руки к обществу». И все это, как бы, я посмотрел, он решил опять же вот. Ну, дело в том, что это было не вчера, не позавчера. По-моему, как я, буквально, чадок-то искончалось. У нас такое, как бы, молитвы, то, что скорбит, то, что, опять, духовная радость. Ну, позвоню, знаю, как ставить, как дышит, так слышит, как, опять же, так сказать, поживает. Потому что все, что я посмотрел, допустим, это мне, как бы, по душе, и все это, как бы, прекрасно и хорошо. Все собрания, все, значит, богослужения, крещения, воспитание детей, как бы, лаги, я, как бы, всем советую смотреть, воспринимать и брать пример. Потому что здесь ничего отрицательного вообще нет. Единственное, у меня вопрос один раз возник, когда ваш брат окроплялся, то вот, что там, отринулись от этого окропления, что такое, что случилось? Такой момент был, как бы, духовной практики вашей. А так, Володь, что там было-то? Окрапление водой. Повторите, пожалуйста. Ну, было освещение воды, по-моему, пасхальное. Вот, отец, значит, и Акип, он окроплялся той водой. И когда этот, на вас, как бы, окропил, вы как-то отстранились. А он с камерой был? Я с камеры, с камеры, меня залили один раз, она не видно. И когда книги, мы закрываем. Я не отстранился, он обратно шел, я аппарат передал, он меня с головы до ног облил тогда. Я берег глазок. Я окропляю тоже с головы до ног, все спросят спасательный круг. Никак, вода-то если попадет, то тут будет облако, закроет сразу. Ну, понятно, это технический момент, в принципе, все ясно. Нет, никакого тут соблазна, ничего нету, никто и не подумал даже. Я рукой закрываю, сторонку от него. Я вот такой вот как-то. Я еще хотел вопрос задать. Как вы на книги наши вышли в Беслане-то? В Беслане они хранятся в библиотеке. А вы-то как их узнали, что они там? Я там провожу мероприятия постоянно по православию. Вот даже вышли 12 дней, значит, фондом народа православия, московский, значит, фонд. Опять замкнуло. Что ты будешь делать, а? Такая беседа хорошая. Ну, смотри, и третий глазок мигает. Еще не хватает-то сегодня. Никита, помогай. Опять что-то замкнуло. Не слышно. Сейчас не слышно? О, сейчас слышно, сейчас слышно. Вот, и вот я там постоянно про мероприятия, там, по, значит, православным праздникам, книги православные, там, приношу им староверческие, такие большие, толстые, опять же, издания с древней, значит, печатью. И все это интересно. И библиотека, как бы, со мной постоянно в ВКонтакте. Они мне сказали, что у них есть книги, которые подарили. И они мне их показали, значит, и все это есть, как бы, и оно, как бы, все, как бы, так сказать, работает, используется и так далее, и так далее. Другое дело, я еще услышал, опять же, видел моего, как бы, знакомого, отца Кирилла Сахарова. О, еще, в наберсеневке. Опять замкнуло, нету, не слышу сейчас ничего. Ничего. Что же это такое-то сегодня? Я уже не знаю, что предпринимать. Ну, еще, что сказать. Никуда не годится. Ой-ой-ой. Секунду идут, главное. Ну, еще, что оно такое? Вот оно, где, крутится. Ну, вот, видишь, как, температура, может быть, из-за мороза. Все же, 30 с лишним градусов. А это сейчас написало, у них 45 градусов с большим ветром. Где? Морозом. Там, на Урале. Там, откуда Швецов отправляли, на Урал? Свердловская область, да. Вот так. Ну, все, опять отошел. Еще больше нету. Не удается. Все, открыло. Закрылось. Что же это такое-то, а? Ой-ой-ой. Пообщались? Да, кто его знает. Кому-то, даже, помешалось. Происки, происки. Происки, конечно. Ну, и что, мы терпеливый народ, мы все вынесем. Владик, подойди, вон там, Кричитов. Значит, здесь, когда вот приезжал Игумен, мы с ним разговаривали, и я как бы, ну, был у нас сейчас в архиве, он целиком всех служит. Я к нему обращался, значит, с просьбой, чтобы у меня был приход единоверческий. Потому что вот то, что здесь сейчас происходит, ну, идет просто национализация. Сейчас, допустим, опять застыло. Господи, помоги. Я, как бы, так сказать, не против. Слышно? Сейчас слышно. Ага. Ну, как мы не против, но в любом случае, я когда говорю, значит, что у нас русская православная церковь, тем это не приятно слышать. Русская православная церковь. Валанья. Ну, и вот, как бы, я поэтому обратился, я говорю, давайте у нас будет церковь единоверческая. То есть, есть отдел патриархии, который, значит, работает над ревле православным текстом, написан на пене. Сейчас митрополит Архиларион служит на таких приходах в староведческом влачении, по староведческим, так сказать, книгам и так далее, и так далее. Митрополиту Виналий, то же самое, опять же. И вместе с ними служит и регубент Кирилл, который был однокурсник нашего сегодняшнего, значит, ректора Академии, архиепископа Евгения. Он и был, и тот архиепископ. Но, как бы, человек, он больше, опять же, просветитель, поэтому у него, как бы, отношения стоят ко всем и ко вся. Мы так, как бы, по-братски общались, очень по-доброму, очень так конструктивно. Вот, и он книги тоже не стоит. Мы их читали, вы их анонсировали, там, мы показывали, где там, что там, когда у него были. В Москве я смотрел этот, значит, момент, как, ну, то здесь вот так, вот здесь вот так, вот здесь не так. Вот, как бы, все это со смирением воспринимал. Вот, поэтому, конечно, таких людей, как вы, ну, практически, сегодня на Руси, если найдешь, то это, ну, единица. Ни сказки сказать, ни перома писать. Мы с отцом Кириллом давно знакомы. Я, когда не приехал, он сразу меня в стихарь и на проповедь. Ну, да, я бы стою с радостью, что вы приехали на проповедь. Я, так, более, как бы, не араон, как бы, да, более, как бы, вот, вот, если где-то построить, нечего опять же и так далее и так далее да поэтому как бы вот те как бы то знания которые у вас есть и когда вы общаетесь с людьми не нашими то здесь как бы вообще появляется чувство как бы восхищения чувство гордости так бывает звонят там допустим геннобилисты там пошел какой-то экстрасенс там или какой-то еще по детским садам там кушает значит стекло дети тоже как бы там ну давайте с ним воды они меня опять звонят а можно вот там нужно это но я не пью не курю они как бы это радует они хотят общаться приходится как быть в момент локализовать своим маломайским авторитетом я как бы еще являюсь духовником казачьих подразделений еще как бы я почетный граждан города деслана и еще являюсь членом общественных советов палат и так далее так далее и по наркомании по алкоголизму перепахал здесь все вдоль и поперек это и школах и в техникумах и институтах люди у меня здесь давали обиды трезвости из министерства и такие рядовые граждане я за ними наблюдал как бы их вёл то есть противник архиереям если вы будете пить водку я сам с собой сидеть не буду потому что я если сам посижу за столом я два дня болею после этого они пьют а я болею вот такая вот ситуация я смотрю вот ваше житие бытие и ваше общение вот как будто у тебя там жил-был и есть и буду понимаете такое ощущение что вот это вот родное это мое богословская и воспитание общение к нему-то община вот это я смотрю там собрания когда отец таким проводил там элементарно по вызову по вывозу мусора там по значит по сбе там стадо то есть эта община действительно семья действительно община и это вот ну просто вот умиляет я живет у меня вот община была вот в Касандарском крае вот на духовное начало скончалось и сейчас все разбежали вот как спасителя взяли в плен и все ученики разбежали вот это вот надо конечно если вот Бог дал кого-то опять же готовить 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 чтобы опять же все это сохранилось насколько как вопрос ну чтоб сохранилось а так пасыр уходит и все уже как бы так сказать никто не авторитет и вот я говорю они собирались в вагончике молились вот когда-нибудь от священника собирались там крестные ходы совершали по 50 километров ходили 14 часов крестный ход и дети и женщины и казаки с хоругами и с иконами вот как оно будет сейчас Бог вы знаете уже храм построен значит священника дали и народ как и расслабился вот тогда как бы именно вот была дружная семья как бы а сейчас вот немного пошел упадок вот что вот что больно вот что опять же как бы то сказать не знаю я вот сейчас служу я вот дети у меня допустим там красодавском крайне вот сейчас я служу кому передать приход если что одного готовишь ну давай давайте вот давай ты панамарь да ну давай начинай читать давай там читай апостол давайте вот это ну приобщайтесь да вот я туда да вот туда да вот жена да вот дети вот но нет вот такого как бы горения мнения чтобы опять же я когда переразошел в алтарь опять же с апостолом я не знаю был на небе или на земле то есть такое было состояние вот и когда с ладыка служил покойный геден был на Васильевске потом в Старопольске я брал в руки тело значит христовое я рыдал я рыдал я не мог без нос причащаться ладыка смотрел на меня и умилялся вот а когда опять же вот значит поехали поехали ну потому что Минари учился в Старополье духовник тоже добавили значит ну я госповедуйте все пошли в кафе я пошел на исповедь я плачу он плачет там я приезжал нас преподавал у нас ветхий завет ну что в большинство я говорю если хотите поплакать ну давайте поплачем вот эти как моменты они я еще все что в монастыре там по седмице послужил в девяносто пятом девяносто шестом тоже там два ведра слез оставил вот эта очистка такая была как я три года дьякома служил не хотел быть священником вот я же все это как бы посмотрел послушал ну не один не два как бы раз ну практически все как вы работали на прудах там как опять же так сказать там особенно вот работа с детьми в лагере это вообще потом вот эти захваты вот эти все это вся борьба опять же с этой инквизицией вот ну люди ж не помогают не помогают а хотят опять же навредить чтобы это было по их нему чтобы это было вот в каких то опять же их понятиях в их рамках а вы говорите у меня вот дети опять вот ты вот стоишь опять ну а что тут не потянуться не можешь не окунуться не можешь папа мама в разводе а ты между ними там используешься это ну как это и вот эти все моменты они очень как бы так сказать буквально раз и на не очень важнее если покажет кто-то взял опять же так вот смотрите вам пример для воспитания и пошли как бы так сказать в этом а все это а кто а что начинает пояснять а кто такой чего такой и так далее так далее начинает авторитет а сколько орденов сколько медалей да сколько похвальник грамот то есть бездуховность бездуховность она как бы просто бывает я могу могу говорить много и долго то что я видел то что я как бы просто считаю но все-таки наверное туда дальше я просто мой архиерей он такой как бы так сказать у нас человек как бы так сказать воспитанный в традициях как бы греческой в церкви там окача лафинах здесь как бы вот в момент я еще как бы не пытался именно вот в истории благословения на приход недоверческий чтобы сохранить вот эту древнюю русскую традицию собственно мы тут это вот русское богочестие у женщины у мужчины у ребенка у подростка именно вот отношение к богослужению отношения к окружающим и так далее и так далее ну где то так нерву просто ваше ваше опять же знание это ладись глубокий и источник конечно живой воды с вас надо всем брать помен каждому семинаристу показывать опять же как необходимо владеть знания священной писания где то где то заговорил я ну вы знаете о нашей миссионерской поездке от владивостока до диссабона ну да я смотрел смотрел в греции смотрел когда греции там прошли скандинавию прибалтику север я везде дарил книги 600 городов посетили заложили туда сразу я считаю это подвиг подвиг однозначно который вы совершили господь благословил так удивительно все на машине опять же по жаре опасность как вы это рассказываете своими что опять же там буквально там на сантиметр от обрыва да и вот все там многополучное все там проехали да в баку-баку там у меня там очень-очень такой хороший как бы знакомый архиепископ бакинский он у нас все время был благочинен вот он когда приезжает опять же вот все ну конечно там атмосфера такая доброжелательная к молящимся а вы помянули Гедеона мы часто с ним долго беседовали очень часто я читал вот есть у вас там воспоминания как вы с ним там это как он там писал как бы так сказать что вы тоже как бы там не как бы сказать правильно значит в осуждение там патриарха и так далее и так далее все эти развиватели которые были сами там эти суды или суды там брали на них как бы мнение о вас так далее ну ладыка как бы так сказать ну он меня как бы взял из массы тогда я был зам атамана ладыка фраза по культуре и науке и линии он меня взял и поставил по стволу давай становись разграждай казачество вот я преподал казачьим комплим в георгиевском народе своих где долго правильно туда их распилитеселы раскалачили раскалачили вот молодых кто умир как бы тоже в одиночестве в больнице у него диабет был потом ему ставили электростимулятор на сердце вот я читал над ним его это наверное с 9 вечера до 4 утра хотя там должны были меняться ну как то вот так он у меня сохранился вот сейчас вам покажу хорошо видно хорошо хорошо знаю так что там как то сохранилось вот последнюю речь сказал когда уезжал говорит в Тобольске что ли и говорил мне передали он говорит он говорит я служил у вас 13 лет и все вы лицемеры у меня был только один человек который мне правду в глаза говорил ну это опять же несмотря опять же не на самое на что есть который сохраняет человечность который сохраняет этот момент любви чего чего так сказать как недавно я слышал Смирнова отца Дмитрия он говорит вы знаете будущее за мусульман почему потому что они помогают и не только друг другу там бабушка едет на свой храм наш поведеночек тут есть и деньги берет а он все равно нашел он говорит мать ты же на дом можешь молиться ну какие деньги не угодно и никак не берет она говорит ну как ну так то что опять же говорили по крови естественно ну как сейчас допустим в школах запрещают а почему запрещают надо чтоб раздетые ходили надо чтоб под ножом ходили что вы хотите чего добиваете европейзации чтобы в ГДТ вот эти все парады проходили вот это хотите вот разложение духовное физическое опять же сегодня опять же одна девочка говорит 12 лет милость это хорошо но это напрягает значит уже как бы не модно быть девственницей 12 лет это же кошмар кошмар я у детей полчаса захожу в комнате они встают а у кого не садятся захожу с ноги бегу чай готовить опять все должно быть как почему должны уничтожать наши все традиции обычаи и просто борода должна сильно носить хотя один священник другой он носит в городе сегодня там видите ой обязательно у нас жена спит в холодке ха 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 женщина находит в травм она бы быстренько костюм поодела она бы быстренько люк поодела то есть никаких опять же даже осуждений не нужно быть чем ты пришел опять же в спортивном костюме ты куда пришел на стадион идем храм да вот кто я за румяну ну это ты расскажи там где нибудь бабушке дедушке идем храм и мужчина оден рубашку один брюки будь достоин при лице божьем потому что это опять же так сказать сегодня уже никто никак и не мне но я не могу по другому пусть они меня простят пусть они меня простят но я по другому не могу будь и добры так что у вас маленький рай на земле вот и община и вокруг и леса и древа и и ваши искусственные водоемы вот душа радуется у меня такой возможности нет у меня рядом железная дорога железная дорога вокзал автомобильные соседи опять же там со всей улицы одна ходит в храм остальные все там язычники или по городу мусульман а еще одна треть это язычники вот православных там на пальцах можно пересчитать вот сложно сложно ну ничего стоим в большой готовности как на заставе ну закрываемся щитом ну выражаемся мечом духовным так что вот то что вы есть это для меня как бы кислород ну дополнительное дыхание дополнительное подкрепление храни Господь чтобы не болели у у вас там опять шикарные видите я тоже здесь у меня есть спортивный комплекс они мне там выделяют возможность попариться это течет трех лет паре бассейн бросал сейчас за коленые ребята от меня какая-то помощь может быть где вам нет только молитвой мы ни в чем не нуждаемся У меня такие большие запасы на сайте Там около 50 техник аудио Мною насчитано в 80-е годы было И они там стоят как склады наполненные Но надо как-то приобщить их к жизни И все молился, 37 лет И нынче откликнулся одновременно Пришло 4 человека 2 Сергея и 2 Андрея И они мне буквально весь склад вынесли на наш видеоканал в ютубе Вот сейчас мы все время выставляем уже Но это только часть Остальное еще пока в заначке Все, и беседы И Златоуст 1262 ролика только будет Библия Добротолюбие там 5 томов Житие святых 12 томов И все это сейчас идет по Павелу По полчаса Но которые там добротолюбие Каждый ролик где-то 2 часа 5 минут Это как дорожка столько захватывала И каноны, и все ставится сейчас Вот Бог ответил через 37 лет Ну это труд великий, конечно, здесь Даже святый Труд великий Каждый день у меня 10-13 роликов ставится Спасибо Меня спрашивают А если бы встретились с президентом Путиным Вот у вас какая-то просьба была бы? Я говорю, была А какая? А я бы сказал так По своим всем знакомым Сделай известным наш сайт И все ресурсы, которые есть Мой мир, форум и ютуб Чтобы все люди знали Не пришли, а знали Чтобы были безответные Что они знали и не пришли То есть у нас все время Богатая трапеза Милости просим Вот так Жалко, что недалеко Ну вот еще может быть и лучше, что далеко-то Меня спрашивают А как вот вы сейчас бы сошлись С таким-то священником-то Ну я-то первый раз Вот увидел только отца Андрея Ткачева Он из Украины-то когда бежал сюда У меня никаких встреч с ним не было Говорит правильно А у меня все время Напротив него настороженность В любой момент он может На меня напасть А как вы знаете Не знаю, чувства Ну да Чувства Я смотрю на него И думаю в любой момент Поэтому А отзываться о нем приходится иногда Там спрашивают где-то А тут кто-то взял нас В один ролик с ним соединил Когда мы отзывались О встрече в Гаване И вот нападает На патриарха С папой Два беса встретились Два демона встретились Ну я им начинаю объяснять Скажите, вы за каждое слово Отвечать думаете или нет? А если думаете Теперь скажите Что наш патриарх Кирилл Сделал там То, чего нету Что, подошел Подходить Незапрещенно Поцеловались Благословился Тоже запрета Никакого нету А что А католиченно Все уже В храмах Вы еще слепые Не видите Бритых Где вы видели На иконах священников Это католицизм Теперь Вот Не в полное погружение Крестят Это все католическое Это не наше Это через униатов Через Украину идет Вы еще Сбаламутились От непоминающих И прочее Надо вы Работайте И молитесь Чтобы Господь Дал ему силу Крепость Духовное рождение Мне больше Вы когда встречались Вы опять же сказали Что Надо единственное Что Молиться Опять же Да Кто сказал За логов За поклинающих Ребята Оно же Если опять То, что Идет на нас Атака В любом случае Опять же Идет очищение Конечно Если Палили на руках Насилие Естественно Опять же Мы там Не давно Погрязли Опять же И Мы духовно Скончались А так Опять же Легче 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 Вот такое Это не дает 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 Вы придите за полчаса Вам скажут Да За полчаса Придите До богослужения Помогите Приложитесь В свечи поставьте Ставьте на свое место Мужчина справа Женщина справа Девостью Мальчики Опять же И все И вышли в свеченик Опять же Попросили прощения Пошли Так Служить И душа радуется Опять же И мы чувствуем Благодарь А если Опять же Приходите Вы мне как бы Вот на Херувинского Да Или там Приходите Опять же К причастию Да У нас первые христиане Вообще выходили Из храмов Они не взирали На потерь На чашу Если опять же Не готовились К причастию Оставались только Те Которые Почищались Вот такое Было Благовенное Отношение В общем Много всего Много всего Опять же Здесь Каждый день Как Бой Особенно Когда идет Освещение Там Величие Там Вообще Идешь Как на Минное поле Не знаешь Что тебя там Ждет Бачка Здесь Это Попитель Помощен Да там Брат Зарезался А вот Эту Ванну Оказывается Там Тетя Повесила И так далее И так далее Везде Надо снимать И всякие Картины И картинки И так далее И так далее По вас Как бы Ну так Община Все в одном Все в одном духе Все в одном Как бы согласии Все Слушают Прислушиваются Может какие-то Возникают Какого-то Но они разрешаются После В братском Как бы В таком Соите Так что Хранит Господь И вас И вашу Общину И Все поселение Потеряевское Будем так Воров Отлавливать Ну не бейте У меня Бывает Опять же Случай Когда Приходят От крыши На разборки А потом Пишут Начальник Милиции Я пошел Помолить Собачка У меня погибла Он говорит Если он тебя погиб Ты бы уже Не писал И сюда Б уже Не дошел Я служил В десантных Войсках В завозе Разведчика Так Мне всем Говорили Ребята Ну Если я поп Зачем Мне одражнить Не могу Мне одражнить Давайте Жить Дружно Это Постоянно Опять же Так Как Как Нас Оставим И Получить И Полечить И Посветить Вы правильно Говорите Что Первое Вот Иосиф Повторя Говорит Что Первое Денное Священие Какое Научение Первое Это Научение Священное Писание Вот Первое На первое Потом Уже Все эти Паинства И Богослужения И так далее И так далее Это Первое Дело Это Научение А вы Помимо Научение Как бы То есть Докум Научаете Всем Жизненным Примудростям Вот Если у нас Не пил Как Вы Видите Ноты Это Ничего Сергей Забери Его Андрея И Вот Это Скажет Что Он Опять же Делает Посыл Посыл Ну Что Это Той Человек Средни Средни Очень Непросто Поэтому Я Сам читаю Сам пою Сам ходил Потом Переоделся И Пошел У меня Грядки Помидоры Абрецы Кабачки Не вращивали Тиклы И так далее Как Спокойный Грядки Спрашивали Ну как Ты там На приходе Ну как С утра Помолился Потом Переоделся И пошел Пахать Потом Помылся Опять Пошел Послужил Ну так Постоянно Каждый день Вот А сейчас Который час Сейчас Ну посмотрим У вас С нами Разница 22 часа На 4 часа Разница Да От Москвы Да У нас Московская 4 часа Ну ладно У вас вечерняя 9 же Правила Да Или Как На сонбе Позже Бывает Ну это Я поменьше Ухожу Я встаю 2 часа Ночи У меня Очень много Времени Отнимает Интернет Много Писем И Ну очень Очень Много И поэтому А встаем Там 4.40 Я до 4.40 А основную Польшу Чтобы успеть Разобрать Да Есть Ну я Ну я Пользовался У нас программа была 4,5-5 лет. Мы проходили Новый Завет, Ветхозаветную книгу «Песня песней» и противосектантские материалы, противосектантские. У нас вся главная подготовка шла тут. У нас до крещения выходило 500 часов полных академических. Ну, храни Господь, не буду больше утомлять. Спасибо, Христос. Я очень рад, что Вы пришли. Очень рад. Сколько лет Вам? Мне 63. 63. Мне 78. Я в курсе, поэтому думаю, как Вы себя опять чувствуете. Поэтому я попробую. Я застыта жизнь в таблетки ни одной не съел. Что где-то неладно, я считаю, это не болезнь. Это, естественно, деревья желтеют осенью. Это так всегда должно быть. А что спрашивать? Сколько мне пришлось пройти? И крутили, и вертели, и топили, и морозили. А я еще и голубятню сам лажу. Храни Господь. Да, благословите очень. Во славу Божию. Храни Вас, Господь. Будем помнить Вас. Если путь Ваш будет сюда пролагаться, то мы сейчас-то в Барнауле, а уже 10 июня, как раз день моего рождения, мы уезжаем на 4 месяца. А 10 октября возвращаемся. Теперь в лагерь-то они нас даванули через Роспотребнадзор. Ну и думали, что все. И подали в суд. А они только подали, напали. А я в этой же ночи, буквально на утро уже расформировал лагерь, по деревне распространил, расстелили ребятишек. И нынче же решили сразу купить несколько домов, вы знаете. И нам сделали неплохо, а улучши. Теперь у нас и холодильники, и там всякие плиты. Ну внутри огромный дом-то. Это не то, что там в шалаше где-то. Так что я когда в Америке был, меня спрашивали, а как вам КГБ мешало? Я говорю, никак. Они просто известным сделали, а вы меня пригласили. Так что я за них молюсь. Мне вреда Златоуст говорит, никто не сделает, кроме меня самого. Да. А как, говорит, сделать, если я благодарю? А дьявол-то ждет. Церкви обокрали? Да что это за церковь по карманам? Вот это он и хотел. Сатана, если ты поблагодарил Бога, Господи, ладно уж, утащили, прими как милостыни. Сатана, говорит, зубами заскрежещет. Больше к твоему карману близко не подойдет. Нужно научить петь Аллилуйя все время. Господи, за все, за все благодарю. За темный день и за зарю. Все, что ты там нам откроешь. Вот вы видели мои книги, эти вот трехтомник, библиотеки Путина, я подарил 600 экземпляров, только всего 1000 по библиотекам. В Москве, это в библиотеке, они Ленина есть, исторической и парламентской. Мы захватили Украину, как раз до этой смуты. Везде, и Харьков, и Киев, и Одессу. Вот и когда ехали, везде спрашивал, ну опыта-то никакого нет. В какой стране, как принимают, как в Великобритании. Там снимают сетчатку глаз, отпечатки, ехать в Новосибирск. А когда мы закончили, теперь мы стали для людей, как бы своими, с вопросниками для нас, которые приходят, свои наши люди. У нас опыт. Где ночевать, как спрятаться, как вовремя в город-селение прийти. С нами собака ехала, и собака стала чемпионом России по защитной караульной. У нас отбой всегда был в 10, а в 2 часа подъем. Мы большие расстояния проделывали. Когда на Восток ехали, в среднем 13 дней мы были, каждый день 1030 километров. Каждый день. И надо было еще встречи с беседами, библиотекарями. Ну, это Бог как на руках, ангел нас пронес. Вот, вот. Особенно в Беслане мне запомнилось, там была библиотекарша, одна женщина. Ее видно, что она была красавица. Теперь лет ей 35. И у ней сын погиб. У ней печать, буквально отпечаталась на всем. Нас приняли там так. Потом, где эта беда была, мы там были, все засняли и ролики выставили. Вот. Мы не только в Будионовске были, все прошли. Шесть мусульманских республик. Там какие встречи были, мы там, где у них намаз совершают, нам открывали комнату, мы там молились. Мы все сделали как надо. И кланялись, и за власть, и за все молились. Просто удивительно Бог делал. Даже сказать нельзя. Помощь шла, совершенно не знаешь откуда. Мусульмане к нам, вот как к родным братьям относились. Предупреждали, только в Чечню не ездите, там головы режут. Мы три раза были. И наилучшие воспоминания остаются там и в Турции, как были с той стороны Черного моря, когда шли. Там на русской мафии нас захватила, заблокировала, и мы 12 часов стояли на молитве, они нас не могли взять. И когда они вахту меняли, проходил руководитель, и расслышали, как он говорит, а этих нам не взять. И мы стояли буквально с поднятыми руками напротив полицейское отделение. И там женщины, турчанки, на которой на визовом центре сидят, они старались помогать, ну на пропусках там. И Господь нас вывел. Вот вспоминаем все. Даже, ну нельзя выразить, сколько благодарности. Ну это, слава Господу, это Господь все. Мы были в Швеции, и там, когда, ну, в одном карте, скажем, что Руа был, порт, и там дают, магнит, это, ну, возможность есть связаться. И мы вышли, когда, а там, оказывается, Великобритания, баптисты, собрались, и крестятся, и ребятишки молятся о благополучном исходе миссии нашей. Это вообще я такого не видал. Они в Финляндии просили Москву, что мне дать нет слов, это там, потому что разные. И они их благословили. Тут сколько работали, там вообще. Нельзя не сказать, нет, сказать люди не поверят, никак. А почему? Григорий Низкий, родной брат Василия Великого, говорит, люди верят только в то, что сами могут сделать. А они ничего не могут сделать, поэтому они нападают, злятся. А почему злятся, так как Леонов говорил, потому что слабые. А если сильно, тебе зачем? Ты сказал слово, не приняли. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. Все. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...